Кто-то специально, что ли, вот эту тему муссирует и непонятно, значит, каким-то образом пытается любым способом, значит, нас в чем-то обвинить. Несмотря на то, что анализов каких-то официальных сегодня пока еще нет, ни с одной структуры проверяющей, но у нас есть свои анализы, которые мы совместно с прокуратурой природоохранной проводили, значит, наши все анализы показывают, что у нас никаких выбросов, которые могли бы повлиять на ту экологическую обстановку, которая в городе сложилась, практически нет, отсутствует. И те запахи, которые по городу проходят, значит, они не специфические для нашего предприятия, то есть запахи, которые имеют в городе, это чисто нефтяные, нефтехимические, у нас чисто химическое производство. Значит, запахи, они, во-первых, опять же не могут образовываться, даже как вот Сергей Владимирович сказал, по той простой причине, что у нас выбросов, ну, на сегодняшний день практически такое минимальное количество, что оно не может дойти ни на Добровольского, ни даже вообще на пульсу строителей. То есть у нас есть определенная санитарно-защитная зона, которую мы не превышаем и не превышали никогда. И учитывая, значит, ту атмосферу природную, так сказать, или температуру воздуха, ветреную нагрузку, значит, далеко за пределы санитарной зоны, значит, наши выбросы не могли уйти, с учетом тех объемов, которые мы и сегодня выпускаем. Значит, здесь у нас были представители со всех экологических слуг города и области, прокуроры сами, они прекрасно видели, что ни запахов на территории предприятия, ни рядом с ним абсолютно нет никаких. То есть у нас тут намного чище воздух, чем в самом городе. Поэтому, ну, как бы это тоже надо оценивать, смотреть и сравнить то, что творится вообще в городе. Ну, несмотря на это, значит, в прессе, ну, просачиваются, значит, такие вот выводы какие-то, не знаю, с чем сравнимы, например, что у нас отсутствует распоряжение, то есть нам вину вменяется, что отсутствует распоряжение, то есть разрешение на выбросы. Ну, как это может повлиять на выбросы, непонятно. То есть разрешение у нас было, разрешение, оно и сейчас в работе у нас. Ну, по ряду, так сказать, объективных каких-то моментов и проволочек определенных структур там где-то, значит, мы не могли своевременно просто получить. И сегодня этот вопрос, он решается, он не стоит, как бы, он в стадии уже решения и разрешения у нас будет. Но это никаким образом не может влиять на те выбросы, все выбросы, которые у нас, все у нас поднадзорны, все моменты, которые должны быть отработаны нашими структурами, все отрабатываются, производственный контроль жестко проводится здесь, и любые какие-то отклонения, значит, даже минимальные, они сразу фиксируются и, значит, докладываются главному инженеру, который принимает сразу определенные решения, которые фиксируются во всех учетных, значит, документах. Просто так здесь ничего не пройдет и бесследно не останется. Также было, ну, прозвучало в прессе, что мы якобы не желаем работать или контактить с какими-то службами экологическими. Значит, я еще раз говорю, что со всеми службами мы работаем в полном контакте, и в пятницу здесь сидели мы допоздна, и в воскресенье мы тут тоже с ними работали допоздна. Все вопросы, какие надо, мы до них доводили, показывали, проверяли, совместные проверки все свои осуществляли. Значит, если по поводу, что там когда-то мы не выехали с ними на какую-то проверку вечернюю, позднюю вечернюю, значит, мы с ними не должны были выезжать, во-первых, потому что у нас все показатели были нормой, значит, как наша лаборатория по дню отработавшему, это было в четверг, по-моему, показала, что у нас нет никаких отклонений, поэтому, ну, она замеряет службу, пусть замеряет, это их вопросы, значит, у нас проблем никаких не было. Когда сказали, что у вас есть проблемы, естественно, мы все это организовали, чтобы доказать, что у нас нет проблем, и все эти показания, которые мы имеем на сегодняшний день, об этом доказывали. Значит, откуда где-то там показывают, что превышение, я еще раз повторяю, что официальных документов на сегодняшний день нигде не представлено. Поэтому я хотел бы, чтобы это как-то все объективно оценивалось, и вот лично в прессе, ну, как бы не просачивалось то, что не должно быть и ложило быть тень на плетень, будем так говорить.